блин чуваки которые реально дождались вы представляете какие вы крутые мы в моих глазах просто офигеть терпеливые клёвые люди это прямо невероятно любой бы мог бы уйти а вы дождались блин спасибо это многого стоит давайте я теперь игру по стриму все-таки я надеюсь не будет вылетать да такие дела есть еще надежда в людей или нет что-то уже показывает ноль человек видимо только что дождались сразу же свалили как только я пришел на стрим блин только что же было 4 что за предательство ужас ужас я снова разочарована в людях снова ничего хорошего в этом мире жизнь снова боли дерьмо ладно здесь хотя бы игра не будет вылетать тогда уже будет не так больно переживать из-за зрителей которые меня предали так спидраним заходим курим уворачиваемся стреляем старая тактика ничего нового поближе так первые синеньких первых выносим они самые резвые минус так три бомжа осталось славлю вы словили пулю за 15 нормально так урон так последний минус все 0 человек идем дальше сигаретки есть можно идти не печалится перезаряжаюсь по-быстрому блин 1 пули что ли не хватило или чё теперь экран не черный а красный ты серьезно стой какая же жизнь тяжелая штука а алекс вебай давно ли ты на стриме я не понимаю когда ты здесь находишься когда нет ужас ненавижу жизнь дерьмо стримерство это сложно потому что тебе нужно переживать стресс от того что ты стримишь с чертовым фоном начала стрима а еще и это веб как косит миш стримить это точно твое призвание потому что что это оскорбление ах ты это оскорбление такой профессионал пишет собака вон смотри я я презираю тебя вблизи не конечно отвечаю да 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 смешной саркада молодец научилась саркадом все живи с этим поступай на сарказмолога на вышку так сигареты кончились конечно же паузу я не поставил зуб даю видимо у тебя они все уже не свои давно так патроны полные все заходим зачищаем бомжа в куртке к твоего батя потом охранников синим так первый охранник второй охранник блин сколько пультов молоко опять так нормально сойдет жить можно минус еще один 45 хп ну жить можно но херовой жизнью примерной жизнью как у стримера с со зрителем количеством как у меня так здесь будет сложно сейчас мой здесь то есть будет сложно или где куда дальше а точно тут же еще двое здесь это не всегда понятно между прочим самого начала так синим надо было сначала убивать нормально здесь я не отходчиво точно только в молоко много стреляя так минус еще один какой же там бомжатин был только что сигаретки еще хватит на одну комнатку в принципе 45 немного конечно но можно еще кто пожить немножечко жизни неполноценный конечно сильно в лоб не пойдешь капец сколько жизни потратил в никуда даже не успел понять извиняюсь не успел понять вылетает ли игра по ходу на перестала вылетать о ком перезагрузил и какая-то ошибка память видимо пропала ну или слишком рано умер но пока не вылетал ничего так что все хорошо всем привет ты заходи надо было покурить сначала ну ладно вырублю этого потом перезаряжаюсь отходим блин очень медленно без сигарет попытаюсь пострелять по ним понемножку стандартный че-то к на вё что-ли случайно хера он отлетела как с дробовика выстрелил блин почему здесь нет дробовиков между прочим только пистолет был клёвно давай отходи блин 70 нет тут явно на сигареты курить сначала сигарет конечно вредят здоровью но в меркери мэн вредит здоровью больше рту поэтому сигаретки стали чем-то нормальным ну все следующая комната блин но было сразу перезагружаться вылетала все ничего не понятно было блин сейчас не вовремя надо было за комнатой покурить у их надо было за комнатой покурить отвечаю блин все жизни попросрал очень много минус так мышку можно тестить просто этой игрой столько кликов просто я постоянно нужно делать просто так не посидишь посидишь когда текста конечно нет но стрельбы здесь намного больше так 25 дипа очень херово сейчас выжил использую аптечку если нет то такова судьба потому что тратится так сильно много нет смысла если я все равно помру здесь ну-ка сейчас отхватила и все от этого тоже если сейчас подпущу собака руку мне сломал умер бомжовской смерть добро пожаловать капитан сэр я буду говорить спасибо за подписку капитан сэр что звука не слышал подписки вот когда уведомление есть я так и не понял может быть она типа было и но я не услышал или его вообще не было я так и не понял так сразу минус 2 дальше идем попытаемся не славливать пока что ничего что можно словить минус 1 были в плечо попал на 15 ух 70 ну типа можно еще как-то пожить так сигареты на сразу курнуть до того как вхожу 70 нормально можно пройти даже уровень как же долго у меня уровне проходится это просто жесть минус дальше ну и последний класс к по красоте зачистил минус давай последняя троица тихо 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 чуть не словил можно обойтись и без этого ладно идем дальше так тут эти двое нормально так что здесь два буду чувака блин как я так промазано в ноги целиться как-то я не знаю вот сейчас повыше что я затупил немного или даже нормально затупил так хорошо тут чисто идем дальше следующая комната так минус чувак давай вы тоже ребят за ним поспевайте как-то побыстрее сюжета хочу блин как же не хватает здесь уровня сложности сюжет как ведьмаке или типа того когда не надо вообще вот этим заниматься я понимаю что это для увеличения времени прохождения сделано блин сейчас сигареты кончатся вот я насосусь вот как насосусь давай сейчас если не отобьюсь мрук херам блин не успел черт все сигареты кончились два мухтара осталось 15 сейчас их зачищу могу аптечку применить и продолжим если сейчас не зачищу будет обидно писец одна пуля убьет меня все хорошо я выжил фух можно дальше как-то идти немножко ну вы обязательно курнуть перед этой комнат так и аптечку обязательно принципе всего две комнаты осталось но это не так уж и много там босс будет скорее всего практически точно ладно чем врываемся всего трое нормально хоть и очень близко тихо тихо ребят ну 85 уже ничьи за дела то некрасиво же готово все сразу же врываемся в следующую комнату смотрим чё там у нас нам сразу же по роже дадут по хлебал по нашим хера себе у него футуристичный бластер как он урод как на картинке так и тут в принципе ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой сейчас будем бегать очень маленькая локация чё стример что ли чё это у него там такое давайте ребята надо отлетать вы же знаете правил я стреляю вы отлетаете минус тихо минус у пройден дмитрий каком королёв эх ты сучка никогда не думал что до меня доберется воняющий водкой охотник в плаще цвета дерьма привет коко как дела я кстати не пью водку это запах бурбона и пиво лучше ходить в плаще цвета дерьма чем лежать в деревянном ящике которые в дерьмо закопают и угадай кто из нас ближе к такой судьбе отвечу второе дмитрий кака королев как ты шутник да ну ничего я может и не был святым но люди видели во мне спасение хоть какой-то порядок на улицах вы клоуна могли только убивать и судить а ведь людям важно отношение к ним для одних я был врагом которого боялись так что не считали даже человеком думали что я зверь но для других я был рукой в ладони которой есть немного надежды не важно о чем меня просили я всегда знал могу я это дать или нет вот например поговорим о ртути от которой у вас так пригорает ну заболел человек сделали ему операцию залили нашу ртуть в клинике которую мы спонсируем он погулял недельку и отправился на марс а затем чтобы улицы были чисты артут от ртутных я следил сам мы здесь работают мы мне здесь работать как-никак если все сдохнут то некого будет крышевать если все сдохнут то кто будет покупать у нас наркотики может это и преступление но это часть жизни людей и они хотят жить такой жизнью нагибать слабых упарываться трахать шлюх артуть вот кому от этого стало хуже так 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 если вкратце то чё он себя представляет короче ну типа с большим самомнением чувак думающий что он что-то типа пророка потом он видимо жестко распространяет ртуть ну и люди отправляются на марс но им типа нормально от этого он слишком выпендривающийся и он урод немного потом он наркоту продает судить будем короче скорее всего первое десяток таких погуляв недельку убьют сотню да и зачем все равно на марсе он сдохнет только в мучениях ты возомнил себя робин гудом который продает ртуть чтобы дать их хотя бы недельку жизни слабым и бедным но что-то я сомневаюсь ты также следил за ртутными при бабках и вообще это наша работа коко и мы делаем ее хорошо а то что людям не нравятся некоторые наши методы и они видят в тебе спасение это потому что ты выходец из народа если я тебя убью то решу кучу социальных проблем на подконтрольной мне территории прощай коко второе судить ты знаешь меня действительно не так сильно интересует твои преступления связанные с поставкой ртути на рынок для меня будет достаточно того что он заказал что наказав тебя я перекрою эту смертоносную артерию а вот с остальными преступниками должен разобраться суд к тому же убив тебя я проверну я повергну в хаос некоторые районы в которых твое влияние особенно сильно 3 отпустить ты мне нравишься коко будущее за такими парнями как ты любая власть строится на убийствах воровстве барыжничестве так что это выбор из бесконечных стульев если уж выбирать то хотя бы до тебя хотя бы любят люди ты кажешься им конкретным и честным парнем оставайся на свободе ну оставлять я его сто процентов не буду второе так я не очень понял там достаточно что наказать я строю эту смертоносную артерию а вот с остальным преступлением должен разорваться суд к тому же убить тебя я привык в хаос некоторые районы ну да убивать короче его не вариант да и мы неплохого отыгрываем мента все таки мы в душе добрый хоть и спившийся ублюдок но я буду его судить ни хераси прости я опоздал и не слышал о чем вы говорили надеюсь ты решил это вам пришить этого мудил или нет я работал в его синдикате под прикрытием меня внедрили сюда когда узнали что димочка сам ртутный и всем своим боецам залил эту дерьмо чтобы быть пободрее и спортивнее ртуть херня тут вообще много чего он не только ей барыжал детишки для архангельского запуганные шлюки для парка развлечений которые согласны подписать любую бумагу даже самую дикую за которого их могут прибить наркота для поехавших дурачков из панцового шерсти все шло отсюда мы должны грохнуть его улице вздохнуть свободно дети снова будут представлять своих мечтах шоколадной долины они гниющих монстров но андрюша наивный очень какой-то и дерзкий почему промолчать чудес дмитрий коко перебиваю андре какие блять шоколадные долины какая работа под прикрытием что несет этот придурок я впервые в жизни вижу он никогда не работал на что-то андрюша мучит чем мутит то я молчу слушаю пока что происходит не понимаю андрей как будто ты знаешь всех своих шестерок если ты не доверяешь не матвея уберу ствол я могу сам его я могу сам его замочить но мне важно твое доверие к тому же это твое задание прикинь все ты почти охотник пора уже начать стрелять в ртутных а убить такую скотину что может быть лучше и матвей понимаю что в случае с ртутными не может быть сюда только казнь напоминаю а можно еще на марс отправить но это только для тех кто находился на земле меньше месяца после операции а и тут уже семь лет прошло как-никак не может быть сюда только казнь на марс отправляет дмитрий кукон я не ртутные мне не делали эту операцию я так и думал типа что он-то почему ртутный андрей тогда бы сюда внедрили не охотника обычного копа матвей завтра спросишь у шефа сам это назначение дали мне два месяца назад к тому же как ты объяснишь что это пси на столько лет работает с ртутью и даже не облысел стреляй этому синдикату надо положить конец блин какой нахрен отпустить пускать то я его не буду сто процентов андрюша чё ты мучишь я не понимаю я хотел его засудить мы же менты почему пусть мент назначает ему казнь причем тут мы мы же просто ловим их суд же все решает мы же не казним этих ублюдков ну я бы но он прав так-то андрюша конечно но это даже не знает кто он и он он вроде даже не артурный я не доверяю своему бывшему напарнику беги пока я не передумал блин у меня такое чувство андрюша нас реально предаст ну то есть блин он вроде весь такой милый хороший но чё-то он мутил тогда и бабенка ему не доверяла и мы что-то там говорили про него не очень самого начала может быть он как-то он что-то там херово нам сделал то ли работал с нами плохо то ли как-то подставил нас мы не очень к нему хорошо относились но наш главный герой ну блин мне придется довериться андрюша я же с ним буха нельзя придавать текстом буха вот пускай ты его все равно смысла нет вот если бы был бы выбор посадить но я бы выбрал посадить ну ладно ты прав андрей прощай коко зеленая кровь значит он ртутный фух отлично я уж подумал что ты засомневался на секунду у меня куча времени ушло на то чтобы разузнать о всех делишках этого подонка прости что я появился так поздно надо было прийти пораньше помочь тебе зачистить тут все правда что ли блин да ну нафиг хотя это было бы опасно они меня хорошо запомнили за два месяца хоть это кретина и не говорю что не знает меня что я говорил отправляйся отдыхать я займусь бумажной работой оформлю тут все не переживай я не отберу твою славу с меня только документация по преступлению и статусу ртутного увидимся завтра хорошо мне как раз пора на встречу зря ты вам не сомневался я тебе доверяю увидимся но он оказался ртутным а дрюша нас не предавал поэтому все хорошо я не зря выбрал это там на встречу с рыжей надо было вроде как или чё да она звука развала отбирая увидимся ну хорошо мне пора на встречу лан до свидания дяди вот это вот мне прям нравится бить блин когда-то сам чё за прикол так где мы там находимся бар далеко а чё ближе чем есть магазин где находится не другой стороне а дом дом далеко предск рук делать ладно едем в бар бабла нчат бабло чуть не посмотрел много нам дали или нет хотя сейчас все равно блин походу это лучшая пушка останется еще надолго 989 вот же деньги куда я пялись то вообще не понимаю бабла дохрена 1200 кажется новый ствол стоя но он я не уверен что вообще хорош так что пока буду копить не буду ничего тратить чё там рыжий напарнице хотела я расскажем ей про андрюша что он нормальный мужик но вон ждет нас стоит чем музычки в баре нет не понимаю или хотя бы звук там бьющийся бутылок юля судя по твоему виду у тебя сегодня был тяжелый денек но мне придется тебя еще немного раз загрузить прости но ты должен быть в курсе всех подводных течений прежде чем снова начнешь работать полноценным охотником когда мы уже будем охотниками не понимаю чему вообще занимаюсь работа сложная платят нам не видимо как обычному работнику а мне все обещают сделать меня охотником но не делают что за дерьмо а я не понимаю не думаешь ты сможешь меня сегодня чем-то удивить только не говори мне что ты ртутная или еще хуже из-за дела внутренних расследований только не говори мне что у тебя есть парень среди охотников есть крыса я не понимаю на кого он работает на бандитов на правительство в изгнании или на себя но я уверен в том что он ведет двойную игру дай угадаю это андрей рискну предположить что вещь идет про андрея в смысле а чего это все на андрея накинуться он же правильно все сделал все сказал но как матвей но как ну сегодня он выкинул очень странный номер я был на задании связано с синдикатом коко ну ты должна его знать когда я добрался до коко ворвался андрей сказал что работал под прикрытием что коко ртутный и он должен его убить я из охотников знаю только андрея и тебя и логика мне подсказывает что ты не стал бы отгова оговаривать саму себя к тому же андрей сегодня махал пушкой на моем задании предлагал поскорее замочить подозреваемого якобы тот был ртутным это было очень странно а раз он не был ртутным у него зеленая кровь была ну хоть тут конечно не зеленая но типа операция же что-то меняется ну и чё и чем они вообще отличаются два варианта ну то есть блин первый и что ты сделал я убил коко и он пустил андрея я пустил в руку отпустил андрея а чё можно было убить андрея ни хрена себе я был какой пытался выстрелить андрея но он сбежал нифига себе какие тут варианты то были пускай пустил отпустил андрея но он сбежал убить а в смысле нельзя же было убить андрея после того как я убил коко я не понимаю надо было спросить пока пока мы еще не начали пить но я почти уверен что андрей сбежал а я не помню я убил коко отпустил андрея твою мать твою мать ладно на самом деле это многое объясняет его показатели по по отлову и отстрелу ртудных упали почти в два раза я решила узнать в чем дело возможно помочь ему но оказалось что он занимается синдикатом коко это не его юридикция дело в том что коко буквально месяц назад проходил лечение от сифилиса и он не является ртудным блееет этим делом занимался твой отдел а заканчивал это дело ты судя по всему он или работал с ними или убирал свидетелей либо тут еще что-то я подумал что реально может быть на свидетеля убирает возможно это связано с ртудными я заметил что последнее время он говорил о них каким-то сочувствием которого не должно быть у охотника ты должен пообещать мне что если ты еще раз не встретишься то не дашь ему втянуть тебя в опасную игру почему ты так переживаешь за меня я в опасных играх сам кого хочешь переиграем почему так переживаешь послушай мне кажется что я отношусь к тебе не совсем как коллеги когда я переводилась сюда я знал что это тот самый отдел где ты работал твое имя было на слуху твои методы считались идеальным примером для всех охотников было тяжело осознавать что ты больше не мог работать было больше услышать было больно слышать новости о ухожение здоровья твоей жены я очень переживала и очень обрадовалась когда узнала что ты вернешься на службу работать с таким человеком как ты это лучшее что может подарить наша профессия но оказалось что не просто профессионал ты еще и я не могу сказать что именно происходит но мне бы очень хотелось чтобы с тобой все было хорошо но ты должен послушать меня андрей человек который не сочувствует ртутным возможно работает с ними может он сам ртутный завтра тебе дадут повышение мы будем напарниками я уверен что нам хватит нескольких месяцев для того чтобы избавить город от ртутных а потом и марс какая милашка какая милашка ты хочешь уничтожить всех ртутных даже тех которые находятся в отведенных для этого зонах ты мне тоже не безразлична но когда ты одинок и когда много пьешь то можешь запасть и на жирного гремлина мне надо разобраться в своих чувствах прежде чем я смогу пообещать что-то это смелое заявление но я не могу никому доверять я уже доверился человек а он сегодня размахивал стволом вдруг и у тебя есть ствол которым ты начнешь размахивать жизненно-жизненно мне вот это первое на самом деле интересно она чё хочет реально всех перебить у нее какие-то проблемы с этим были в прошлом или чё послушай я попробую тебя убедить в последнее время ситуация совсем плохая люди отошли от тех настроений которые у них были много лет назад когда они дали нам полную власть и выгнали ртутных земли сейчас они уже думают они лучше ли стать ртутным и полететь на марс пусть даже и во внешнюю зону вряд ли она хуже чем наш район зато будем здоровыми так то логично преступность растет протестные настроения тоже говорят что можно вернуть правительство с марса а можно вернуть типа при них было лучше но если выкосить оставшихся ртутных и лишить их надежды которая есть на марсе в виде этих зон и изгнанного правительства то все останется только обычная преступность мы быстро бросим силу на нее и погасим все очаги грабежей насилия социальное неравенство ведь имеет идет именно из-за того что есть ложные надежды эй слушай у тебя сын болеет а вот у петровых сыну кровь залили и он теперь на марсе живет поживает а тебе квартплату в два раза подняли и так далее такого не будет люди снова начнут верить в обычную службу в обычную жизнь и успокоиться и тогда наша борьба закончится я знаю что шеф рассчитывает на тебя как на человека которому можно дать самое ответственное задание которое свяжет нас с марсом пообещай мне что к тому моменту будешь моим союзником и я могу пообещать что когда все это закончится я дам то что тебе нужно я успокою твои мысли подарю тебе все тепло и восхищение которое ты заслуживаешь господи ну это шантаж милости но так нельзя но она немного психопатная то есть она решила всех чертям перебить ну типа люди лечатся и лечатся но у них реально если район говно всякие бомжи валяются и все остальное допустим предположим не будет марса ну то есть марса идея марсе и возможности переехать не будет идеи о возможности переливания крови потому что этого всего не будет а чё изменится ну с одной стороны типа люди может быть захотят улучшить свою жизнь здесь и будут больше думать о текущей жизни они там чтобы переехать но с другой стороны у людей какой-то надежды не будет потому что если они раньше могли думать мол заработаю сейчас на ртуть перееду на марс то сейчас может быть они живут в говне и подумают что даже смысла нет стараться потому что все равно из него не вылезешь а ехать то куда типа если все районы такое дерьмо стало ее логика оспорима хорошо можешь на меня рассчитывать звучит здорово но я не могу ничего обещать тут такое дело я гей я люблю андрюшу да нет я сам по себе а там видно будет я отвечу второе более нейтрально но окей я уважаю твое решение это лучше чем ситуация в которой ты бы бросился в мои объятия едва потеряв жену я не дораблю тебя пока это просто работа я тоже не на сто процентов уверена в том что происходит между нами ты же понимаешь на этой работе приходится быть черствой нет времени для проявления чувств настанет момент когда ты узнаешь меня лучше и все поймешь может и на службе когда я помогу тебе а может и в более уютном месте но все же учти если ты еще раз встретишь андрея знай что он предпродаст тебя выстрелит тебе в спину если почувствуешь что этот момент приближается нанеси удар первым или хотя бы попробуй вернуться до встречи приближается для поцелуя до встречи юлия поцеловать в ответ до встречи юлия страстно поцеловать пока встать и уйти пока до свидания ну я ну страстно целовать мы не можем так просто бросать свое объятие у нас жена тут недавно умерла мы тут грустный хуй такой нам надо короче просто просто поцеловать ну пока сделать это по-гейски будет слишком извиняюсь за мою нормально посидели я реально как будто вечер в баре блин провел так долго болтал с ней у меня аж челюсть устала читать так бабки есть бабки есть бабки это не проблема так мне нужно в магазин и мне нужно домой получается дом дальше или ближе дом дальше придется в объезд ехать ладно сделаем круг всем привет кто заходит как ваши дела как вам вечер как вам игра что думаете что вы думаете об Андрюше такой ли он предатель может быть он двойной агент так странно люди появляются когда сюжетные миссии появляются только включается машина все ливают так странно ну то есть у меня еще и лагает счетчик конечно я понятия не имею кто когда показывается и отличная музыка для окончания рабочего дня блин со всеми этими катаниями магазинами реально так такой дух блин работы какой-то как будто реально отрабатываешь но в то же время как будто тебе нравится твоя работа и все такое хоть все и грустное депрессивное вокруг но типа интересно что там кто интересно тут Андрюша действительно ли он предатель блин он говорит нам про доверие а сам заставляет нас убивать не ртутных ничего за дела а ну Андрюша как ты мог я тебя братаном называл я блин выбирал ответ где называл тебя братаном ты это понимаешь или нет ладно мне нужны сигареты даже три достаточно будет аптечка еще одна ну и хватит дальше можно копить мне по идее всегда этого хватало но я куплю на всякий случай пивас типа может пригодиться когда-нибудь ну пусть вот так вот не буду сильно тратиться в этом нет смысла какого-то лучше на оружие накопить потом блин вообще к оружейнику надо было загонять у него же там миссии на стрельбу чтоб пушки открывать если в этом есть смысл я все равно ничего не накопил пока блин я я неправильно сделал да да я опять круг лишний сделал блин домой ехать или в это к оружейнику ладно поеду короче к оружейнику так уж и быть потом уже домой и короче завершу миссию у меня получается так блин один стрим один преступник сегодня лагало полдня блин геварш пишет не работает чат я сейчас вижу тебя вижу твое сообщение твич лагает чувак многие пишут за последнее время что у них чат не работает я тоже заходил у меня тоже чат не отображался на некоторых стримах я не знаю почему так работает я вижу твое сообщение меня все показывает пробую обновить или типа того твич последнее время что-то не так с ним поэтому так все отображается ты пропустил весь сюжет кстати говоря мне к сожалению нет кнопочки дать тебе денег или в каком смысле ты пишешь что не работает чат я не понимаю я же вижу твое сообщение ладно едем стреляться даже если я не буду ствол покупать все равно просто пусть открыты будут на всякий случай на потом таких песен не хватает со словами больше я не вижу свое я вижу твое говорю тебе надо обновлять там страничку все такое я сам я не шарю почему так случается но мне уже писали про это что не работает чат что типа ничего не видно хрен знает как так получается на экране нужно мне уже на стримах я не знаю чат выводить я просто не вижу в этом сильно смысла если на твиче чат все равно видно справа я не знаю есть ли смысл на экран выводить чат ты чё об этом думаешь вот типа многие раньше выводили сейчас я бы это все меньше вижу чтобы на экране чат крутился ты как думаешь есть в этом смысл или нет мне кажется что смысл-то и нет ну то есть все у всех одинаково страничка выглядит твича и справа всегда комменты когда угодно разве что на ю тубе не будет коммент потому что на ю тубе чат уже не отображается а на твиче то если ты запись смотришь то все равно видно хоть записи сгорают для собаки не надо не забывать их экспортировать эту я еще не успею там пять дней же всего можно чтобы она лежала потом все сгорает удаляется блин как я пропустил заговорился расслабился три пульки можно словить и все я прочитаю я боковым зрением вижу что комментариях может люди блин реально бояться писать потому что думают что чат не работает или еще очень я хер знает хоть объяснять как писать надо я не знаю пока не могу отвлечься прочитать чуть чуть позже 30 секунд или сколько собака не хочу переигрывать уважаю чё-то видишь как отвлекаюсь здесь можно отвлечься и сдохнуть сейчас бы попал по по бабенке всем друг чуть-чуть уже стрелять по ней хочется блин сколько там время осталось боюсь даже посмотреть на таймер г в вы